Люди загадывают какие-то желания, пишут их и надеются, что они сбудутся. А вы готовы преодолеть вот такие вот подъемы? Погода на самом деле прекрасная, нам повезло. Зимой не стоит сидеть дома. Пасмурно ли, солнечно ли? Лучшим решением будет выбраться на природу, подышать свежим воздухом. Так мы уехали на 60 километров южнее Краснодара, в сторону станицы крепостной Северского района. По пути мы проехали станицу Северскую, а затем плавно подкрали с крепостной, что получило свое современное название по природной крепости на горе, находящейся в юрте этой станицы. Много было названий у этой станицы. И Собер-Уашская по горе Собербаш, и будучи приписанной к станице Афипской, называлась Афипской. А позднее и вовсе имела название поселок Смоленский. Сегодняшняя крепостная достаточно спокойное место вдали от городской суеты, вокруг леса до горы. Буквально 48 километров, и ты уже в Краснодаре. Нашей конечной точкой станет тупиковый поселок Планческая щель, неподалеку от которого располагается достопримечательность природного характера «Золотая скала» или ее другое название «Планческая». Грунтовая дорога между крепостной и Планческой щелью тянется вдоль реки Афипс. И лишь в месте расположения молодежного фестиваля «Регион 93» постелен асфальт. По пути на скалу вот такое место увидели. Видимо, какая-то небольшая смотровая площадочка. Посмотрите, как здорово! Вот это местечко! Такая беседочка. Если дождь, то можно спрятаться. Да, точно, видовая площадка на реку. Вау! Здесь у нас уже предгорье Кавказа. А внизу у нас, кстати, течет горная река Афипс. Правда, она сейчас не полноводная, но я думаю, бывают моменты, когда она и с более высоким уровнем воды. Как вы видите, здесь висят такие лоскуточки. Люди хотят вернуться сюда, загадывают желания и вешают на деревца. Очень круто здесь можно пикничок устроить. Кто-то прям очень заморочился. Красивая, конечно, беседочка. Посмотрите, здесь наверху даже какие-то иконки повесили люди. Молитва Пресвятой Богородицы перед Казанской иконой. И как я поняла, люди загадывают какие-то желания, пишут их и надеются, что они сбудутся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это у нас тропа, которая ведет на достопримечательность природного характера планческие скалы или по-другому золотые камни. То есть нам предстоит подняться вот на самый верх по такой тропинке лесной, где будет красивая обзорная площадка. Да, красота точно. Хвойный лес, сосны высокие. Кстати, достаточно популярное место для посещения. Сейчас, конечно, не совсем сезон, но все равно люди ездят и вот внизу много машин стоит, люди приезжают, все равно проводят свои выходные на природе. Здесь, конечно, крутой подъем, но тихонечко, не торопясь, каждый человек сможет сюда подняться. Такая вот горная порода выступает, все круче и круче подъем становится. Вообще, с этой видовой площадки должен открыться вид на планческую щель, на сам поселок. А вы готовы преодолеть вот такие вот подъемы? Хватаемся за деревья и потихонечку. Слышно, что наверху люди, еще какие-то туристы. Домой. Уже красиво. Видите, какие здесь везде скалы. Забравшись на самую вершину, здесь такой ветер приятный обдувает. Погода на самом деле прекрасная, нам повезло. В годы Великой Отечественной войны на территории Северского района проходила линия фронта. И здесь, в этих станицах и поселках располагались военные штабы советского власти, а также госпитали. Также в этом районе вела свою деятельность организация партизан братьев Игнатовых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Действительно, как, знаете, какая-то хижина охотника. Даже в таком небольшом местечке есть своя собственная церковь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok